Всем привет! С вами канал Artmania и сегодня у нас видео обзор на сушилку для овощей и фруктов. Великие реки. Волга 9. Сделано в России. Здесь целых 9 поддонов. Здесь можно приготовить йогурт, десерты какие-то делать. Видите, вот 600 ватт. Целых 600. Представляете? Сразу написано рецепт. Давайте саму коробочку посмотрим со всех сторон. Здесь такие фотографии. Черно-белые. Как будто чисто наша российская. Ну да, она российская такая модель. Как будто она из прошлых лет. Вот даже такая прям фотография. С этой стороны тоже. Вот так она выглядит. Должна. Здесь вот все написано. Посмотрим внимательно. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте, что там написано. И здесь сразу есть рецепт. Безе. Если кому-то надо. Вот так она выглядит. Она, кстати, довольно большая, довольно массивная. Прямо она широкая очень, огромная. Здесь вот есть такая бумажечка. Два года гарантии. Крышечка пластмассовая. Такая хорошая. Поддон для пастилы. Оказывается, я узнала, если прозрачные, то они плохие. А вот именно непрозрачные такие. Они плотные. Довольно прям такой плотненький, хороший. Не особо, чтобы прям гнулся. Книжка руководства по эксплуатации. То есть только одна книжечка. Это, кстати, очень классно. Знаешь, что не потеряешь ничего. Здесь же и гарантия. Гарантийный талон. Две штуки. И также вот они рецептом. Абрикосы сушеные. Какая температура. Сколько сушить. Какие витамины сохраняются. Яблоки сушеные. Бананы. Яичная сушеная. Слива сушеная. Что да как. Все расписано. Все прям вообще классно. Хотя, честно говоря, кулинарную книжку можно было бы и отдельно сделать. Чтобы ее потом не потерять в случае чего. Сушеные апельсины. Цитрусы сушеные. Вот они. Чипсы. Цедра цитрусовых. Картофельные чипсы даже. Йогурт. Да, здесь, кстати, даже делается йогурт. А, и безе, конечно же. Само безе. Вяленое мясо. То есть все в одной книжке. Много нету. Ничего не потеряется. Так же у нас листовка есть такая. Подарок за отзыв. Это, кстати, очень хорошо. Если они действительно дарят подарки, как Китфорд. Потому что я там делала обзор, и мне прислали подарок. Вот. Есть такие вот поддоны. Довольно хорошие. Все обязательно, когда покупать будете, проверяйте. Такие они прям широкие. То есть вот моя рука. Наверное, где-то вот 4 пальца, если растопырить. Ну, довольно много. Так, раз, два, три, четыре, пять. Что-то да, много там. Единственное, вот, кстати, они должны попасть в пазы. Чтобы вот они сели. То есть их путаешь. Это вот, кстати, минус. Перепутываешь. Ну, может быть, кстати, если что-то широкое у вас большое. Можно просто вот так подставить. Если у вас не помещается. И все. Последние два, они, смотрите, они уже более другие. Они как раз и снимаются. Чтобы йогурт можно было делать. Там как-то выдвигаете. И они уже более не такие прозрачные. Они уже более плотные. Видите? И вот это тоже. Они даже более тяжелые. Вот так она выглядит внизу. Крышечка вот тут была снята у нее. Вот она снимается. Допустим, если туда залетела, может быть, какая-нибудь ягодка. Или я не знаю, для чего она снимается. Почистить, помыть, может быть. Вот. Здесь вот тоже такое углубление есть. Такая прям, она очень хорошая. Но, кстати, сейчас я ее доставала. И она вся, вот, вся какая-то хлипкая. И вся скрипит какая-то, вся прям такая вот. Наверное, вы слышали. Так, на самом деле, очень удобно. Я специально вот искала такую модель, чтобы она нажималась обязательно на кнопку включения. Потому что выдергивать из розетки, сейчас у нас в последнее время такие вилки, что они быстро ломаются. И потом очень сложно будет что-то заменить. Поэтому у нее есть кнопка включения. Вот. И все. И она сразу начала работать. Очень, кстати, тепленькая. 35 градусов, но такая тепленькая. Можно повернуть до 70. И она уже сразу начинает быть горяченькой, вернее. И выключаем. И теперь мы с вами попробуем посушить. И потом я ее покажу вам по кругу. Так, сушить я буду боярышник. Так получилось, что я купила боярышник, а моя предыдущая сушилка, Скарлетт, сломалась. Поэтому пришлось даже прям покупать срочно. Так, вот и все. Уместились почти все. Прям осталась совсем капелюшка, но мы их съедим. Вот. Сразу скажу минус. Вот здесь вот нет бортика. И вот тут все ягоды просто спокойно падают вниз туда. Это, кстати, очень-очень сильно. Это очень сильно неудобно. Хотя бы вот просто вот малюсенький прям бортик. Было бы супер. Было бы шикарно. Вот. Здесь у меня боярышник. Целое ведро у меня поместилось на раз, два, три, четыре поддона. Четыре что? Один, два, три, четыре. Да, целое ведро на четыре поддона поместилось. И еще довольно много поддонов осталось. Вот, кстати, моя предыдущая. У нее, вот видите, маленький бортик. Это очень удобно. Яблочки у нее почти досушились. Ну, уже почти высохли. Она у меня уже не греет. Она только холодным воздухом. Так, ну все. Вот мы ее сгрузили. И теперь будем с вами ее включать. Ну, для этого сначала давайте перед этим посмотрим, как выглядит сама кнопка. Что здесь написано? Яблоки 8-12 часов 60 градусов. Грибы 8-10 часов 40-60 градусов. Постилы 5-6 часов. Представляете, 6 часов всего 60-70 градусов. Абрикосы 8-12 часов 60 градусов. Йогурт 8-9. Ну, как мультиварка тоже йогурт. Также делается 9 часов 40 градусов. И безе 3-4 часа 70 градусов. Так, включаем. Загорается сразу индикатор. Так, у нас там где-то 60. А, где-то 60, да. Давайте начнем 55. А там будет вид. Запах либо ярышник. Как она работает, насколько шумно. В принципе, вы, наверное, слышите. Также я знаю, что она 40 часов может сушить, не отключаясь. Это, например, большой плюс. Можно высушить все гораздо быстрее. Там что-то тикает немножко. Но она не отключается через каждые 30 секунд. Например, как бывает у других моделей. Она продолжает работать. Так, и также цену. Купила я ее, вернее, за 490 рублей. За доставку не платила. Есть чек. Есть такая бумажка, что оплачена. Вот она бумажка. И тут вот артикул, сушилка, доставка. Доставка вон по нулям. Та-та-та. Но есть самое главное, есть чек. Полноценный чек. И плюс бумажка, как, в принципе, в сети ринки. В ДНС, например, такого не было. В РБТ есть. Молодцы. Если они меня, конечно, увидят, это супер. Это шикарно. Правда. Ну, смотрите. Вот у нас боярчник. Высох. Не сказать, что быстро. Прямо за сутки. Или за 6 часов. Ну, наверное, суток двое. Это было 9 часов. Там 9 часов. Там 9 часов. Чуть по несколько раз. И вот он вот здесь тоже. Здесь у меня частичка. И здесь у меня сохляя черная... Ммм... Черная рябинка. Сохла. Вот. А здесь вот они. Вполне себе хорошие. Конечно, если бы можно... Если бы я включил градусов побольше, прямо я-я-яй. Может быть, она высохла быстрее бы. Ну, в принципе, довольно неплохо. Так. Смотрите. Шиповник высох. За сутки. Здесь вот целый мешочек у меня. Причем было бы прям 2 килограмма. Или сколько там ведра. И вот видно, что его... Довольно много. Такой увесистый. Сейчас я... Доложу. И мы с вами взвесим. Такой, смотрите. Очень хороший получился. Очень хороший получился. И быстро высох. Так, смотрите. Вот она, морковка высохла. Ну, она довольно быстро высохла, конечно. Такая уже она. Прямо вот сухая. Так. Вот, смотрите. Получаются вот такие вот замечательные сухие помидорочки. Красивые. Такие вот красивые помидорочки получились. Пахнет ароматно как. Вообще прям. Напишите в комментариях, кто куда их добавляет. Тушу первый раз. Никогда еще не добавляла. Даже не знаю. Какая красивая смотрится. Прям на новогоднюю елку вешать можно. Даже дырочка вот тут есть. На веревочку. Апельсин вешают. Помидор можно повесить. Ура, 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 ура. Смотрите, у меня пастила получилось, наконец. В прошлый раз мы с вами ее делали. Я посмотрела сначала ролик. Женщина сказала, что поставить там чуть ли не на сколько-то там 70 градусов. И типа забыть и все будет супер. Она у меня просто сгорела. Она сгорела просто присохла. Тут смотрите. Она еще горяченькая. Как она отделяется. Классно. Прям вообще. Но она прям получилась очень-очень тонкая. Все-таки я взяла где-то вот таких яблочек. Это яблочное 6 штук. Блин, там лежит. 6 штук, но этого оказалось мало. Все-таки она как-то у меня легла. Здесь вот побольше, тут поменьше чуть-чуть. Как-то непонятно. Так, смотрите. Насушила я грибочки. Насушила я на этой машиночке уже очень-очень много всего. И морковку, и помидоры. И очень много. Она мне очень безумно понравилась. В нее очень много вмещается. Она хорошо сушит. Грибы высохли где-то за полдня. Даже несколько часов. То есть, вот смотрите. Они прям вообще. Аромат стоял вообще просто бесподобный. Всем рекомендуем. Вот. В целом она мне понравилась. Я ей пользуюсь, наверное, уже в течение двух месяцев где-то, пока я записывала этот обзор. Двух или даже, может, побольше. Я уже даже не помню. Вот. Все мне нравится. Вот. Но не нравится то, что у нее вот эти вот поддоны, они очень такие... Из такого пластика более какого-то такого дребезжащего. Что-ли. Вот смотрите. Вот когда их берешь сейчас... Просто я не могу взять двумя руками. Потому что у меня камеру я еще держу. А когда берешь двумя руками, они все просто начинают скрипеть. Как будто он тонкий, что ли, кажется. Хотя, в принципе, все нормально. Она, то есть, работает. И работала даже на 70 градусах. Ничего не потрескалось. Ничего. Смотрите. Вот они там. Грибочки лежат. Дальше лежат. И, кстати, тут еще одна очень функция удобная. То есть, смотрите. Видите? Вот она маленькая. И вот тут вот есть вот штучки. Я про них, по-моему, говорила. Если, допустим, вы там кладете яблоки или виноград. Я клала виноград. Кстати, у меня сушился очень долго. Целую неделю почему-то. Он у меня не помещался. Вот, смотрите. Я сейчас в пазы вот эти вот вставлю. Опа. Вставилась, что ли? Нет. Во. Все. Вставилась в пазы. Смотрите. И она, полосочка появилась. Она стала выше гораздо. То есть, вот они идут. И там остаются вместе. Если, допустим, у вас какие-то большие яблоки не вмещаются, то можно сделать вот так. То есть, вот эти вот штучки. Туда вставляется такая, как лопаточка, такая штучка. Она чуть выше становится. Даже тут видно. Вот. То есть, не просто там, не пойми как. Это, кстати, очень удобно. Это очень классно. Вот. В целом, я очень даже довольна ею. Смотрите также наши другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также смотрите обзор. Вот тут у меня стоит посудомоечная машинка компактная. На нее тоже был обзор. Вот. Смотрите обзоры на технику, обзоры на продукты, влоги. На моем канале очень много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите отзывы, у кого тоже такая же есть. Или пишите вопросы. Если наберется много вопросов каких-то там, я запишу еще один ролик. Может быть, как-то ее померить, доскональный ролик. Я не знаю, какое вам надо. Обязательно пишите, я отвечу, засниму не проблема. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.